Дорогие друзья, happy friday! Если умрем, что в Кише Масуле и Хозе Вертура Арум были медпахат, Кейн Асуле и Хозе Мигелат Эстер были медпахат. Есть которые говорят мнение, что так как Севертуру нельзя держать, трогать без какого-нибудь ромол, как сказать, медпахат, платка, да, без платка, Точно так же Мигела нельзя держать голыми руками, нельзя трогать Севертуру голыми руками. Есть которые разрешают, потому что Мигела это не на уровне Северторы. И поэтому Севертуру 100% нельзя трогать голыми руками. Но Мигела есть которые разрешают. Ежле далеке Теву бекриат, Мигела левали далек, а в Теву ахад мемена. Керабу опускай, он за римша им, азерафилу Теву ахад, но Мигела лёгце идёт хватов. Работай! Это закон, я думаю, что наиважнейший закон Мигела. Когда человек читает Мигела, должен читать каждое слово и не пропустить даже одной буквы. Есть которые мудрецы говорят, даже если человек пропустил одну букву, то митцву не выполнил. Вы представляете, целый час сидишь, слушаешь, пришёл, отпросился из дома, от жены, да, пришёл, на целый час сидишь, и вдруг тебе сказал, ага, что и нас, или это возьми, это подыми, что-нибудь такое сказал, одну букву не услышал, или ребёнок крикнул, одну букву не услышал, митцву не выполнил, пошёл домой, like did nothing. Поэтому человек, который читает Мигела, должен быть очень осторожным прочитать каждое слово, чтобы все люди, которые пришли, чтобы выполнили митцву. Это очень важно работать, потому что есть люди, которые говорят, за сколько в вашем конесо читают времени, за сколько в вашем конесо, это не соревнование, кто быстрее прочитает. Мы приходим делать митцву, мы не приходим делать, чтобы быстрее закончить уйти, это митцва. И поэтому, дорогие друзья, очень важно читать каждое слово. И в том месте, когда Гамана говорят, все стучат, нужно Шарлеев-Цибуру подождать, когда все закончат стучать. У нас, допустим, Минхак, мы первый раз стучим, когда Гамана слышим, и последний раз стучим, то есть посредине Мигела мы вообще не стучим. И когда человек, когда закончится вот этот самый шум, тогда нужно остановиться и вернуться, прочитать последние слова до шума, которые, чтобы все услышали точно каждое слово Мигела.